Без права на возвращение вот уже более года моряки-одесситы, отправившиеся в дальние плавания на судах под разными флагами, не могут вернуться домой. Оман, Ливия, Иран вдали от семей находится не один десяток нашихся отечественников. Дипломаты просто не могут найти рычаги для спасения своих граждан. На протяжении многих лет народный депутат Украины Сергей Кивалов занимает последовательную позицию по необходимости внедрения международных норм и разработки соответствующих программ. Парламентарий создал рабочую группу по защите прав моряков, в которую вошли ведущие адвокаты, ученые и общественники. Также он ведет активную работу со Всеукраинской ассоциацией крюинговых компаний, внедряет десятки научных программ и готовит законопроекты, запросы и обращения. Фактически сегодня последняя надежда у одесских семей на возвращение детей и внуков мужей – это обращение к народному депутату. Наши корреспонденты подводят промежуточные итоги борьбы за свободу украинских моряков. Елена Вероновская более года ждет из злополучного рейса своего внука Андрея Новичкова. Старший помощник капитана был единственным украинцем в составе иранского экипажа, который в конце 2016-го отправился в плавание. В январе прошлого года на судне произошла внештатная ситуация. Матрос без спасательного жилета выпал за борт. Вопреки всем международным нормам права, согласно которым ответственность за случившееся должен нести капитан судна, виновным в инциденте признали именно украинца. Андрей Новичков попал в тюрьму. По словам представителей посольства, единственной реальной возможностью спасти одессита был обмен на другого заключенного. В харьковской тюрьме отбывал наказание иранскоподданный Алиджи Дуэль. Оба дела сдвинулись с мертвой точки только после вмешательства народного депутата Украины Сергея Кивалова. Куда бы мы ни обращались, все высокопоставленные наши чиновники отписываются, что они взяли на контроль, решают их контроль. Потом я обратилась к Сергею Васильевичу Кивалову. Он обратился к главному прокурору Харькова, чтобы они дали ему ориентир заключения этого иранца. Он сделал свои юридические замечания по поводу этого иранца, что нарушено, согласно нашего законодательства, по отношению к этому иранцу. И, конечно, ускорил вопрос решения. Тут же, на следующей неделе, следствие закончилось, а так следствие никак не кончалось. Параллельно нардеп Кивалов взял под свой контроль следственный процесс в Иране и написал соответствующий запрос министру иностранных дел Павлу Климкину. По инициативе парламентария вопрос спасения соотечественника подняли на заседании Верховной Рады Украины. Сергей Васильевич встречался с иранским послом. И по договоренности с Ираном они создали государственную комиссию из семи депутатов. Эти депутаты, по моим обращениям, выступали с трибуны парламента. Офицера Новичкова удалось освободить из тюрьмы. Сегодня, по факту, он находится под домашним арестом в одном из иранских государственных издательств и ждет более активной позиции иранского ДИП-корпуса. Адвокаты, которые ведут дело Андрея Новичкова, также исчерпали финансовый ресурс. На продолжение работы им нужно 8 тысяч евро. Я ожидаю, что наше государство все-таки вспомнит, что у нее есть офицер Новичков, который незаконно удерживает в Иране и помогут его возвратить домой. Мне 81 год. Это... Внук жил со мной все время. Я встретился с генеральным прокурором и попросил его, чтобы он оказал помощь, потому что в ближайшее время у него будет официальный визит в Иран. Мы подготовили все документы для того, чтобы Новичкова забрать с Ирана, потому что в целом, по той информации, которая у нас есть, этот Одессит, Новичков, он не виноват. Также ждет поддержки и помощи от украинских дипломатов Одессит второй помощник капитана Александр Кодомский. Судно было арестовано в Ливии еще летом 2016-го. Александр находится в тюрьме города Триполи. Нечеловеческие условия, ограниченное общение с родными. Все это побудило маму одесского моряка Нину Марковну обратиться за помощью в приемную народного депутата. Парламентарий, в свою очередь, незамедлительно направил обращение на имя министра иностранных дел. Я обращалась к Сергею Васильевичу Кипалову. Пришло письмо, конечно, от Климкина. Сын позвонил, мне ответили, что его перевели в другое место, где-то лучше. Всего на судне находилось пять граждан Украины. Четырех наших граждан удалось вернуть на родину. Улучшение условий содержания одессита Александра Кодымского – это лишь первый шаг к его освобождению. Впереди – долгая работа украинских дипломатических служб. За помощью к нардепу также обратились Людмила Ткач и Зоя Ткаченко, чьи муж и сын удерживаются на арестованном судне «Фринептун» в водах султаната Аман. Удалось добиться положительного решения суда о немедленной репатриации всего состава экипажа 15 украинских моряков. Однако администрация порта Сахар, где находится судно, оспорила решение суда. Поэтому моряки лишены возможности вернуться в Украину. Экипаж оказался в заложниках у недобросовестного судовладельца из Греции. Сперва бизнесмен не рассчитался с агентом за продовольствие и воду, после чего не выплатил зарплату морякам. Долги судовладельца суммарно составляют около двух миллионов долларов. Но пока ему удается выйти сухим из воды. До суда объявился, типа, что он заплатит ребята, у меня есть покупатель, у меня я к вам пришлю на суд, на двое людей придут, и покупатели там будут оценивать. Я вам зарплату, это типа перед судом, чтобы опять отвлечь. И вот у нас должен был быть суд, и нас должны были вчера, да. И они опять на 15 марта принялись. Не явились они опять. Наши же моряки находились без надлежащих социально-бытовых условий и ждали хоть какого-то сдвига в решении их проблемы. Мы были лично у него на приеме, Сергей Васильевич. Он обещал нам поднять вопрос на заседание Верховной Рады. Был запрос, он сделал в МИД Украины. Мне пришло письмо, что он делал запрос по нашего судна. У меня есть письмо, ответ с МИД Украины, что он делал этот запрос. Уже просто был крик души, и мы обращались к Сергею Васильевичу. Мы обратились и в посольство, обратились и в Министерство иностранных дел. И вот несколько таких депутатских запросов было. Как раз отвечают мне, говорят, что мы занимаемся этой проблематикой. Мы просим, чтобы их отпустили. После обращения народного депутата в Министерство иностранных дел ситуация изменилась в лучшую сторону. На судно начали поставлять продукты питания, питьевую воду, медикаменты и предметы личной гигиены. Аманская сторона провела полное медицинское обследование членов экипажа в местной больнице. И еще один случай, когда украинские моряки попали в беду. В водах Греции с 23 мая прошлого года стоит судно «Меконг Спирит» с украинским экипажем. Греческие правоохранители задержали его по подозрению в перевозке запрещенных взрывчатых веществ. Все это время моряки, среди которых одесситы матрос Александр Морозов и моторист Юрий Фадеев, находились на борту без возможности выхода на сушу с ограниченным количеством пресной воды и еды. Судовладелец покинул судно, и никаких действий по репатриации осуществлено не было. Моряки, в свою очередь, направляли обращения с просьбой о помощи в репатриации в морские администрации Республики Мальта и Республики Греция. Но положительный результат не был достигнут. Народный депутат Украины Сергей Кивалов направил обращение в Министерство иностранных дел с просьбой не оставлять в беде моряков судна «Меконг Спирит». На сегодняшний день данное дело с украинской стороны сопровождает старший партнер юридической компании Black Sea Low Company, эксперт группы по защите прав моряков при юридической клинике Евгений Сукачев. Член правления коллегии юристов по морскому праву Украины констатирует печальный факт. Ни один украинский моряк, ушедший в рейс под иностранным флагом, на 100% не чувствует себя защищенным. В первую очередь мы стараемся объяснить семьям, родственникам, либо самим морякам то, что даже если их права нарушены, даже если судовладельцы находятся за пределами Украины, не нужно опускать руки. Во-первых, всегда есть возможность и всегда есть право при наличии соответствующих документов, которые подтверждают их трудовые отношения с судовладельцем, либо с менеджером судна, и при наличии крюинга в Украине добиться через суд восстановления их нарушенных прав. Сергей Кивалов убежден, чтобы каждый украинский моряк чувствовал себя защищенным, в Украине должен появиться профессиональный компетентный орган. Работы этой структуре точно хватит. Поднимая этот вопрос, думаем, что сможем создать центральный орган по защите моряков. Или это сделать в Министерстве транспорта, или это сделать такое подразделение Министерства иностранных дел. Но это необходимо делать. Вы посмотрите, чуть не каждую неделю у нас происходят какие-то проблемы, связанные с моряками, которые ходят под чужими флагами, и которые нанимаются на работу. То им не выплачивают зарплату, то их арестовывают где-то, то создают какую-то другую проблему, то какие-то провокации. А кто-то должен, орган должен заниматься. Одесса – морской город. И мы должны требовать от правительства, чтобы такой орган существовал, чтобы мы систематически занимались этой проблемой. И я думаю, что в ближайшее время мы внесем соответствующий законопроект, и на основании этого законопроекта будем оказывать реальную помощь, в том числе и финансовую, для того, чтобы наши моряки чувствовали себя защищенными. Вот это, наверное, самое главное. Актуальность функционирования рабочей группы по защите прав моряков подтверждает тот факт, что за 2017 год сюда поступило полторы сотни обращений. По каждому делу ведется работа. Оказывается, высококвалифицированная юридическая помощь. И в большинстве случаев есть положительные результаты. Однако количество обращений постоянно увеличивается. Это говорит о необходимости решения данной проблемы на государственном уровне. Напомним, ранее благодаря вмешательству Сергея Кивалова смогли вернуться домой украинские моряки, находившиеся в течение трех месяцев под арестом в порту Канакри, Гвинея. В феврале этого года парламентарий направил депутатский запрос премьер-министру с требованием срочно принять новую редакцию морской доктрины Украины, важнейшего программного документа, который направлен на сохранение и развитие морского потенциала Украины и защиту национальных интересов в морской сфере. Народный депутат добился ускорения признания рабочих документов моряков на международном уровне. А также многие годы выступает за ратификацию Конвенции международной организации труда 2006 года о труде в морском судоходстве, которое будет способствовать надлежащей защите прав украинских моряков и обеспечению достойных условий их труда. Продолжение следует...